Здравствуйте! В эфире программа «Экономический сектор» и я, ее ведущая, Катерина Матвеева. Подходит к концу 2014 год, это значит, что осталось совсем немного времени, чтобы определиться, как формировать свою будущую пенсию, а именно ее накопительную часть. Напомним, формировать накопительную пенсию могут граждане 67-го года и моложе, за которых работодатель платит страховые взносы. И основной вопрос, который нужно решать до конца 2015 года – выбрать негосударственный пенсионный фонд, либо аккумулировать средства ВЭП, либо остаться молчуном и отказаться от накопительной части. Постараемся понять плюсы и минусы этих вариантов. Приняв решение не формировать накопительную часть, мы в полной мере перекладываем ответственность за свою безбедную старость на государство. Во втором случае человек частично несет ответственность за свою будущую пенсию, передав управление этой небольшой части некосударственный пенсионный фонд. Тенденция шла по нарастающим, начиная с 2003 года, но особенно высокий всплеск был в 2013 году, когда, собственно говоря, и вышло изменение законодательства, которое предписывало сделать выбор между накопительной частью пенсии и страховой. И в 2013 году было подано практически 70 тысяч заявлений, основную массу из которых составлялись заявления о переходе в негосударственный пенсионный фонд. В этом году активность несколько снизилась. Пока вот на сегодняшний момент принято 15 тысяч заявлений о выборе порядка инвестирования. Эксперты связывают такой спад с событиями, происходящими непосредственно с негосударственными пенсионными фондами. Дело в том, что каждый НПФ должен прийти к процедуру акционирования и войти в систему гарантирования пенсионных накоплений. Только в этом случае им будут перечислены страховые взносы. Таким образом, в текущем году накопительная часть пенсии не переводилась в частные фонды, а аккумулировалась в пенсионном фонде. НПФ и отчисления граждан невидимы. Взносы, которые уплачивали работодатели в 2014 году, в соответствии с этим же законом принятым, они переводились сразу на страховую часть пенсии. Но здесь граждане тоже ничего не потеряли, потому что на накопительную не пошло, но все эти деньги пошли на страховую часть пенсии. А страховая часть пенсии в настоящее время индексируется гораздо выше, ну не гораздо, а выше, чем уровень инфляции. В то время как в сложные годы результаты инвестирования, конечно, не очень впечатляют. Не обязательно будет высокий доход, может быть даже и отрицательный результат. Создание системы гарантирования, по мнению экспертов рынка, повысит уровень доверия к системе НПФ в целом. Усиление контроля позволит сделать отрасль прозрачнее. Однако, потерю интереса к их услугам сами негосударственные пенсионные фонды объясняют несколько иначе. По данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, в Приморье чуть более 1 миллиона граждан имеют право на формирование накопительной пенсии. И только 19% из них сделали свой выбор и формируют ее через НПФ и УК. Есть и другие, более значимые причины спада интереса к частным фондам. Так, по данным Центрального банка, НПФ показали рекордно низкую доходность по итогам 9 месяцев этого года, сумев заработать 4,9% годовых, что почти в два раза ниже уровня инфляции. Впрочем, веб ушел недалеко, показав доходность 5,3% годовых. Между тем, инфляция, по данным Росстата, с начала года разогналась до двузначной цифры – 10,4%. При этом банковские вклады выглядят более чем выгодно. Во-первых, доходность. В среднем, процентная ставка депозита колеблется в диапазоне 10-12% годовых, а в некоторых случаях достигает 15%. Помимо этого, банковский вклад застрахован. Даже в случае банкротства финансовой организации, вкладчик может вернуть свои деньги – до 1,4 миллиона рублей. Эксперты дают свою оценку эффективности инвестирования накопительной части пенсии в НТФ и ВЭП. К сожалению, оба зла, прямо-таки скажем, не то чтобы совсем друг от друга отличались. Если вы сторонник более агрессивной стратегии, вам есть смысл перевести деньги в негостарственный пенсионный фонд. Если вы сторонник консервативного подхода, то спокойно отложили деньги в пенсионном фонде России, по крайней мере, никуда номинально они не денутся. Я, как индивидуальный предприниматель, у меня небольшой консалтинговый бизнес, сам плачу вмененный сбор в районе более 30 тысяч. Если бы я эти деньги положил на банковский депозит, моему выходу на пенсию, у меня была бы пенсия 67 тысяч в месяц. Так пенсия получится тысяч 8, 10, 12, 15, в зависимости от индексирования. В любом случае, нужно очень четко понимать, что система государственных пенсий стоит на старше интереса в самых, скажем, обездоленных, самых малоимущих, самых несчастных. Лучше всего свои деньги хранить, как это ни парадоксально, в государственных ценных бумагах. То есть заключаете договор с любым брокером, большинство крупных банков вам в этом помогут, и начинаете тихонечко покупать российские облигации. Российская Федерация никуда не денется. Вот она как стояла, так и стоит. Вероятность нового дефолта, подобного дефолта 1998 года, крайне мала. А за счет эффекта сложного процента ваши денежки, отложенные каждый месяц по 1000 рублей, потом превратятся в миллионы. А что же делать с накоплениями сейчас? Какие финансовые продукты наиболее выигрышны? Попробуем разобраться с этим вопросом. Традиционно самым надежным способом сберечь свои накопления являлось золото. Но стоит помнить, что это прежде всего инвестиционный инструмент, а не спекулятивный. И вкладывать в него свои средства стоит только на длительный срок. Самым популярным и интересным способом вложения в драгметаллы является такой инструмент, как обезличенные металлические счета. Клиент просто оплачивает определенное количество металла по его цене, которое существует на момент покупки. В момент закрытия счета банк выдает стоимость хранящихся на нем грамм. Самих слитков клиент даже в глаза не видит. Достоинством такого вида вклада является то, что вкладчику не приходится оплатить налог на добавленную стоимость. Однако ОМС не страхуется. И если с банком что-нибудь случится, то утраченные средства никто возвращать не будет. Нельзя сказать, что интерес к драгоценным металлам упал, потому что исторические инвесторы рассматривают драгоценные металлы как защитную инвестицию. И когда на рынке наблюдается какая-то нестабильность, разумеется, спрос на золото, на серебро повышается. Но нельзя сейчас сказать, что доходность по драгоценным металлам очень высокая и интересная для инвесторов. Золото практически не выросло в цене. То же самое касается серебра, платины. Небольшой рост наблюдается в палладе буквально с августа месяца. Но это не те цифры, которые могут быть интересны сейчас для инвесторов. С августа 2014-го котировки золота снизились с 1300 до 1199 долларов за тройскую унцу. Серебра с 19 долларов 5 центов до 16 долларов 8 центов. Платины с 1440 до 1205 долларов. Палладе с 880 до 791 доллара. Банкиры отмечают, в связи с кризисом приток клиентов, интересующихся способами инвестирования, вырос примерно в два раза. Особенно людей привлекает фондовый рынок, ведь сюда можно зайти с любой суммой. В последнее время клиенты все более интересуются инструментами с фиксированной доходностью, то есть причем как рублевой, так и валютной. Потому что это вполне объяснимо, потому что из-за нестабильного курса валютного, который продолжается несколько месяцев, инструмент облигации или еврооблигации, где доходность фиксирована, он дает какую-то определенность, какую-то стабильность инвесторов, дает понимание, на какой доход он может рассчитывать. Сейчас большим спросом пользуются акции российских ценных бумаг. Многие акции с августа месяца выросли на 20 и на 30 процентов, принесли такую доходность своим клиентам. В последнее время очень сильно отличились акции металлургических компаний. Рост по ним был довольно серьезный и превысил 30 процентов за несколько месяцев. По отдельным компаниям доходило и до 100 процентов за год можно было заработать. Сейчас, я думаю, можно обратить внимание на акции нефтяных компаний, потому что нефть довольно сильно снизилась. И есть такое мнение, что это уже та точка, то дно, ниже которого цены на нефть опускаться не будут. И в этих условиях довольно подешевевшие акции российских компаний могут выглядеть очень интересно. Многие приморцы любят вкладываться в золотые украшения. У этого способа инвестирования есть свои плюсы. В свете последних событий, конечно, если есть определенные свободные средства, то купить ювелирные украшения достаточно выгодно. Потому что ювелирные украшения, они всегда были, есть и будут, несмотря ни на какие кризисы. К тому же ювелирные украшения не имеют срока давности, их можно передавать по наследству, делать дорогостоящие подарки. То есть золото в цене всегда только растет. Поэтому можно сказать, что это достаточно выгодно. Представитель завода-изготовителя ювелирных изделий заметила интересную тенденцию. Россияне стали гораздо больше покупать украшений класса люкс. В период кризиса потребитель активно скупает биллианты, сапфиры, рубины и зумруду. Впрочем, и украшения среднего ценового сегмента пользуются спросом. Покупательская способность не падает, несмотря на финансовые потесения, происходящие в стране. Однако в связи с ростом доллара заводы-изготовители подняли цены на золотые изделия. Заводы-изготовители, когда рубль начал падать, а доллар и евро расти, юань, они потребовали сначала наценки на ювелирные изделия от 80 до 150%. Но новые посылки в связи с такой экономической ситуацией мы получаем уже по новой цене. То есть мы, во-первых, не разрешили в своих магазинах повышать цену для покупателей. Мы как держали ее 2 200 за грамм, так мы ее и держим. Новые посылки мы уже получили в декабре, и там новая цена 2 700, 2 800, 2 900 за грамм. Хотя я знаю, что в Приморском крае некоторые магазины уже торгуют по 5 тысяч за грамм. Как глава Клуба российской ювелирной торговли, я обязана по своей должности вести мониторинг. Например, возьмем универсал Вторая речка. Если раньше было 10 торговых точек, которые торговали ювелирными изделиями, то на сегодняшний день, я буквально была там сегодня утром, их осталось всего 4. Но это сокращение не связано с тем, что доллар растет и евро растет. Это сокращение пошло уже с 2014 года, где-то, наверное, с весны. То есть торговые центры увеличили плату за аренду. Магазины не могут сегодня работать на том товарообороте, на котором они работали, потому что банки предлагают им дорогие кредиты. Заводы сегодня совершенно не хотят идти на то, чтобы давать ювелирные изделия, и потом когда-то, через месяц, через два, через полгода ждать за них деньги. Поэтому сегодня каждый может только работать на том обороте, на котором он привык. Таких у нас ювелирных торговых точек в городе очень и очень мало. Поэтому вот эти многие совокупности факторов экономических приводят к тому, что торговые точки уже закрываются с весны, и тем более с такой экономической ситуацией еще только будут закрываться, закрываться и еще закрываться. Но это и к лучшему. Выживут только сильнейшие, умнейшие и лучшие. Кстати, в этом году предпраздничные распродажи начались гораздо раньше. Обычно люди покупают драгоценности в 20-х числах декабря. В этом году уже 4 декабря владельцы ювелирных с удивлением отметили наплыв покупателей. Особенным спросом пользуются украшения у граждан Поднебесной. Высокий курс юаня делает российские украшения очень привлекательными для наших азиатских соседей. Это была программа «Экономический сектор» и я ее ведущая Катерина Матвеева. До свидания.